Так, всем доброе утро! У меня начинается утро с моего огорода. Я вам просто, я ничего сегодня делать не буду, покажу, какой у нас процесс. Отец Рика вчера покосил газон и засыпал сюда травой, так как удобрение будет. Также песочек. В общем, я жду выходной у Рика, и он будет засыпать землю. Мы купили землю. Все, у меня будет готовый огородик, будут готовы боксы, и будем вместе с вами высаживать овощи. Так что подписывайся, будет интересно. Все, я еду домой, у меня Оливьена сидит в машине. Вот она, что-то возмущалкина. Пока нет. Все, еду домой. Так, я девочек отправила в школу. У меня вот каждое утро с ними, это какая-то нервотрепка. Не знаю, вы тоже так собираете детей в школу? Или только я нервничаю? Я уже сегодня говорю, девочки, ну вы можете собираться в школу, чтобы я не нервничала? Ну это же, это просто. Я постоянно, вот просыпаюсь, у меня все, у меня началось сумасшедшее утро, пока они в школу не уехали. У нас тут кто-то уроснулся. Скажи, Оливка, осмотрели, пока папа нет до дома. Когда папа до дома, он не дает смотреть телевизор. Это моя любимая песня. Луна, Лунинза. Так, девочки, сейчас будет полезная ссылочка. Я знаю, что меня многие смотрят из России, поэтому оставляю для вас ссылочку. На магазин стилькисной парфюмерии, распивчики, только оригинал, остатки во флаконах, девчонки. Это был мой магазин, сейчас я распродаю все, что у меня осталось, поэтому переходите, заказывайте, можете полистать ленту, если какой-то парфюм заинтересовал, просто присылайте в директ, и я вам напишу, сколько что стоит, все даю по старым ценам. Переходите, цены шик-шак-шок. Так, в общем, я хочу сейчас замариновать вот такие крылышки, часть, да, крылышек. В общем, конечно же, тут у меня моя свечка, моего бренда, поэтому кто хочет классные свечи, натуральные, кокосовый водка, девочки, все сама лучше. Оставлю ссылочку на мой магазин, это только для тех, кто живет в Америке. В общем, а теперь давайте замаринуем курочку, я добавлю перец, чили, перец, мед, это пудра у чеснока и вот такой перчик. Все, сейчас засыплю, размешаю, наверное, может добавлю соевый соус, будет тоже вкусно. Так, мы тут пришли, нас от Луна пришла, хотя она тут не должна быть в комнате, мы ее не пускаем сюда. Ну, пусть она будет. Оливия занята, большой директор, занят разбором, инвентаризация, инвентаризация проходит. София что-то хочет показать. Сценка от Софии. София, что хотела сказать? Ты сказала, я покажу, что такое Итан или кто такой? Я покажу тебе, я вам покажу, как Итан реакт. Давай. Это наш нам реакт дает. Нет, он всегда вот так вот делает. У него длинные волосы такие? Маме. Не, не такие вот. Я уже испугалась, думаю. У него такие волосы длинные? Да такие. Маме, если Скрилетт сочетает волосы, он будет бояться на нее. Кстати, еще вчера смотрела одну блогершу, она живет в Индии. По-моему, Света, как-то так ее зовут. У нее очень большой канал, миллион подписчиков у нее. И они взяли щенка Лабрадора, как у Светки нашей. Лабрадорша? Да, Лабрадорша. И ее так дети относятся жестко к щенку. Я, конечно, вшоке была. Я даже не смогла видео посмотреть до конца. Я зашла, увидела, как дети таскают эту собаку за хвост, за лапы, за морду, за уши. Я просто выключила. Газлана. Да, скажи, не наговаривай на меня. Я вообще очень нежная женщина. Да, Алима? Сидите, перебирай эту собаку. Так, ну а у меня продолжение влога. Посмотрите на этот беспорядок. Я убираюсь. Немножечко навела марафет вот в этой комнате. Эта комната моя боль. Вот, короче, я для себя подняла. Чем больше тут места, тем больше тут появляется, простите за выражение, всякого говна. Вот, ну и здесь какие-то запасы сахара. Тут какие-то крупы, макароны, печенье. Здесь у меня для собаки еда. Вот опять девочки не закрывают ее, но потом тут в таком это воняет собачьей едой. Боксы их, ланчбоксы. Здесь у меня какие-то тостеры. Это пароварка для оливьены. В общем, каждый раз, когда вот так кто-то заходит, берет что-то свое, да, на место, конечно же, не кладут. Поэтому получается такой постоянный mess в этой комнате, беспорядок. В общем, иногда я просто ее так закрываю и говорю, я потом тебя уберу. Так, эту зону тоже немножко разгрузила. Оставила здесь вот эту разделочную доску или сервировочную доску. Мне она очень нравится. Это на штат Иллинойс. Иллинойс, в общем, мне она очень нравится. В общем, может ее как-то вот так переставить? Потому что я сразу не подумала. Может, вот так ее поставить? А ну-ка, давайте посмотрим. Тут такое ребро, мне кажется, оно будет более устойчиво стоять. Вообще ее можно подвесить. Ну, то если вы коллекционируете все эти доски со штатами. Но я купила это чисто для сыров и колбаски, поэтому я не вижу смысла. В общем, здесь у меня помидорчики. Так как помидоры я люблю, когда в комнате стоят. Так, тут у меня всякие тарелочки. В общем, вообще посуды очень много. Смотрите, сколько ваз. Смотрите. Вот эти все вазы, графины, это еще малое количество. Где-то у меня еще стоят они. По-моему, вот нет. Здесь у меня бокалы стоят. Так, вот еще вон там. Это все мне дарил Рик цветы. И они привозят в разных графинах каждый раз. Поэтому они у меня накопились, если честно. В общем, а здесь у меня тоже такой mess. Постоянно эта комната. Вот этот вот. Этот шкафчик раньше был здесь. И здесь постоянно был беспорядок. Теперь в этой комнате постоянно. Ой, в этом шкафчике теперь постоянно беспорядок. Потому что у меня здесь можно сразу и для ногтей найти, и лекарства, и витамины, и ацетон, сахар. Понимаете, да? Короче, все под рукой. Самое нужное. В общем, и стакан. Очень много посуды. Кухня одна. Я жду кухню на первом этаже, на нулевом этаже нашем. И я половину разгружу. В общем. У меня сегодня, конечно, видок такой вообще. Что я хочу вам сказать, ребята. Вчера мужчина приехал, нам положил плитку на пол. Я так ее у него мне не показала. Сейчас покажу, сниму. Пойду в ванную и покажу. И сегодня должен был приехать продолжить работу. Но, как вы догадываетесь, никто не приехал. Это просто шоком-то. Ну, что за рабочие вещи. Ну, уже пол-одиннадцатого, слава богу. И никого нет. У меня просто такое отношение к работе просто, вот честно, удивляет. Да, Олива? Олива Сережа. Так. Ну, короче, смотрите. Вот нам положили плитку. Я даже не знаю, нравится мне результат. Мне кажется, как-то слишком рябло все. Честно. Честно. Я вообще, честно, не поняла, почему они положили вот эту плитку вот сюда в квадраты. Ну, короче. Короче, оцените результат, как вам. Мне почему-то слишком рябло в глазах. Даже не знаю. Ну, уже ничего не изменить. Все. Это уже будет. Ничего не изменишь. Плитку не поменяешь. И никто ее переделать не будет. Вот. Это, возможно, лет через пять, если мы соберемся что-то делать, да? Через десять. В этой ванне точно. Единственное, что мы поменяем цвет стен. Он будет такой же светлый, однотонный. Вот. Везде. Ну, я даже не знаю. Почему? Почему так рябло? В общем, все. Оцените результат.